всем привет на канале удач мы сегодня мы с вами продолжаем тематику миграционной политики Германии и вскользь пройдемся по международным событиям Маркус Зёдер председатель партии ЦСУ ХСС выступил с открытым заявлением в адрес правительства в этом заявлении говорится о том что нужно прекратить вот эти вот абсурдные премии в тысячу евро всем бандитам и уголовникам которых пытается страна отправить обратно в Сирию или в Афганистан также в этом заявлении он сказал что необходимо признать эти страны действительно безопасными для выдворения преступников прибывших в Германию из этих же стран нет такого понятия что часть страны безопасная часть страны небезопасная тем более что если эти преступники приезжают сюда к нам в страну их нужно уже разворачивать на границе и отправлять обратно так сказал Маркус Зёдер естественно это вызвало не то что бурю негодования но волну непонимания со стороны коалиции правящей в Германии где политики все еще выступают за гуманное отношение к тем людям которые пытаются тут резать с ножами людей на улицах насиловать женщин девушек мол типа к этим людям нужно относиться с пониманием и входить в их положение в какое положение если это убийцы и насильники их нужно или сажать или выдворять или просто не впускать в страну в которую они пытаются въехать как это было с этим бандитом из золингена который уничтожил несколько человек и троих по-моему убил и еще 7 человек было ранено он два года подряд жил в Германии имея статус беженца полученные в Болгарии но тем не менее он получал пособие здесь в Германии далее фридрих мерц решил поступить точно так же как элис вайдель которая время от времени выступает с разгромными изобличительными речами в адрес правящей коалиции и указывая им на их абсурдные ошибки на их некомпетентность в области политики как внешней так и внутренней а также на их несостоятельность как политиков в целом и вот фридрих мерц на одном из заседаний бундестага высказал свое недоверие в первую очередь канцлеру шольцу и всей правящей коалиции в том что вот мол посмотрите что творится в израиле вы все говорите что будете помогать израилю но все это остается только на словах могут быть демагоги вы занимаетесь простыми дискуссиями и никакого эффекта никакого толку от ваших дискуссий и высказываний нигде нет далее больше он начал оскорблять уже но на политическом уровне канцлера шольца говоря что тот некомпетентен в своем состоянии на своей должности и он вынужден выйти но фридрих мерц все-таки кандидат в канцлеры германии на следующий год от альянса хдс хсс и он уже сейчас пытается перетянуть голоса бундестага на свою сторону но канцлер шольц после этого заявления не дав фридриху мерцу договорить до конца встал со своего места подошел к трибуне и высказался вот причем высказался многие говорят очень грубо осадил и фридриха мерца на место нет он его не грубо осадил на место он с довольной улыбочкой на лице что так должно идти высказал фридриху мерцу свою ноту недовольство работой вот этой вот оппозиции он сказал ему вот вы говорите что мы ничего не делаем что мы не помогаем что мы только болтаем языком и не и все и вы на этом все застывает а нет говорит мы как говорили и помогали израилю вооружением так и помогаем до сих пор мы постоянно отправляем вооружение вы можете проверить если вас лично это говорит интересует я предоставлю вам все документы в которых вы сможете убедиться воочию в том что мы помогаем вооружением израилю наш министр иностранных дел аналена бербок была в шоке когда она услышала что ее шеф канцлер шольц открыто сказал что германия помогает израилю вооружением в то время когда она ужинает с антисемитами с врагами израиля у себя в министерстве иностранных дел в своей министерской столовой поедая манную кашу с блинами да она была в шоке у нее глаза округлились от удивления она не знала как это воспринимать информацию которая оказывается была недоступна ее ушам но бывает такое не обо всем же своих шагах должен канцлер и его канцлерамт докладывать своим министрам тем более что весь мир видит что у нас министры но настолько некомпетентные в своих должностях что это просто хоть в цирк не ходи включая заседание буддостага и можно сидеть и ржать полдня взять того же роберта хабика вместо того чтобы как делают это многие даже начинающие политики показывать компьютерные диаграммы при помощи бимеров или проекторов на растянутых экранах в залах заседаний когда они показывают чего достигли какие у них есть проекты на будущее он постоянно приходит с какой-то бумажкой свернутой бумажечка формат а2 раскрывает и говорит вот посмотрите на этот график я лично вы сделал этот график чтобы вы могли убедиться и показывать всему залу вот этот вот маленький небольшой график ну хорошо первому ряду этот график на бумаге будет виден 10 20 ряд что же там увидят люди маленькую бумаженцию которой нифига не нарисована какая-то мазня роберт хабик это наш детский писатель писал бы ты книжки и дальше идем далее нэнси фезер была несколько удивлена тем что как я сказал вначале маркус зёдер сказал что нужно прекратить выплачивать премии бандитам уголовникам и террористам пытающимся уничтожить в первую очередь людей из страну которая протянула им руку помощи нужно с этим прекращать она была несколько шокирована тем что не удивлена действительно шокирована тем что нашлись люди которые пошли против нее то есть она готова положить себя грудью на на амбразуру этого дота называемого миграционная политика чтобы те мигранты которые пытаются проникнуть сюда всяческими путями в основном нелегальными наконец-то покинули германию и она готова платить деньги каждому из этих мигрантов по тысячи евро чаевыми на отправку обратно домой ну как это вот по-другому это никак не понять она готова платить деньги откуда эти деньги деньги из кармана налогоплательщиков граждане из бундестага они получают свои денежки и своих денежек они вряд ли что будут давать кстати я вам в одном из видео говорил о том что когда рикардо ланг и омитной репур представители партии зеленых заявили о том что партия зеленых уходит из правительства и они больше не будут здесь вообще в этой стране никаких проектов ничего политического вести потому что эта страна и население не достойно этой партии и они не понимают вообще что хочет эта партия я вам высказывал свои предположения по поводу таких вот климо активистов которые задницами приклеиваются к асфальту я вам тогда сказал что скорее всего это все затихнет вы знаете как как в воду смотрел они действительно вот уже две недели подряд не появляют носа как не кажут носа на улицу эти климо активисты это не связано с холодной погодой с дождями с сыростью с туманами это связано с финансированием этих акций то есть если бы их не финансировали сначала давая каждому такому климо активисту по 250 евро на руки они были не выходили не клеились задницами или руками к асфальту но как только прекратилась это маленькая речушка под названием финансирование климатических демонстраций или вот этих вот забастовок заседаловок скажем так на дорогах почему-то сразу эти климо активисты ушли в небытие будем надеяться что они вообще прекратят свое существование как организация которая одной ногой стоит как экстремистская именно расценивается как экстремистская организация то же самое можно сказать и про палестинских демонстрациях если бы их никто не проплачивал то их бы и не существовало этих демонстраций летом я вам рассказывал о том что в гамбурге закрыли голубую мечеть многие возмущались особенно журналисты как это так люди исповедующие ислам лишены возможности духовно развиваться и культурно развиваться нужно за запретить такие запреты но за этой мечетью наблюдали с 93 года собирали информацию собирали документы набралась целая база данных не только по этим имамам которые были главами в этой мечети но и по тем кого они скажем так агитировали стать исламистами радикальными исламистами и иран был спонсором этой мечети он спонсирует многие мечети здесь в германии и в европе если иран не будет их спонсировать и естественно они заглохнут заткнуться деньги которые идут на демонстрации на вот эти про палестинские это идет тоже из ирана кстати я сказал слово радикал вспомнил один маленький анекдот давайте чуть-чуть отвлечемся так вот европейский субтильный политик кругленькие очочки маленькая пузико идет по улице смотрит стоит дамочка легкого поведения на углу приподнятая нога согнутая в колени ожидает следующего клиента он подходит к ней и говорит скажите вы со всеми это можете сделать она смотрит на него ну конечно и с тобой дорогуша тоже а что ты хотел есть конечно же некоторые желания но он настолько стеснительный настолько затюрканный этот политик наверное партии зеленых скорее всего и вот он задает ей вопрос скажи но он считает себя радикальным политиком который пытается страну со своей партии действительно поставить на путь правильного развития и вот он ей говорит скажите пожалуйста а вы прежде чем мы начнем прежде чем мы перейдем к делу вы могли бы полюбить радикала она смотрит на него ради чего ну так вот возвращаемся обратно украинский государственный телеканал freedom который имеет прямую трансляцию здесь в германии но правда последнее время у них какие-то проблемы видно немецкие власти и сам телеком начинает закрывать финансирование трансляции этого канала на германию потому что сначала этот канал вроде показывал нормально пару лет теперь они потом некоторое время назад они стали почему-то переводить это на английский язык чтобы может быть вещать на англию на какие-то другие страны затем у них начались сбои с трансляции с видеокартинкой здесь по германии сейчас же этот видеоканал телеканал можно смотреть просто как немую рыбу то есть ты видишь что ведущие что-то говорят но ты не слышишь что они говорят то есть это помехи скажем так на линии типа как сетевой администратор ну от меня все ушло а дальше проблема уже у вас так вот на этом телеканале в бегущей строке было написано президент зеленский совершит турне по европе посетив германию и англию но турне совершают артисты а это президент если вы так вот высказываете со своего президента который совершит турне то значит что-то у вас вообще с головой потому что турные политики не совершают на встрече с президента с канцлером на шольцем президент зеленский опять же выступил с предложением своего договора о мирном урегулировании вот этого военного конфликта кстати этот договор был высмеян в америке причем открыто был высмеян да зеленский выступал в организации объединенных наций его поддержали многие но ни шатко ни валко потому что они прекрасно понимают что все те предложения которые исходят от украинской стороны не будут восприняты российской стороной так как российская сторона упирается на разделение украины а украина хочет чтобы она осталась целостной в границах до 93 года то есть чтобы и крым тоже находился был под юрисдикцией украины после провальной встречи с дональдом трампом где дональд трамп зеленского как они многие политики даже немецкие опустил ниже плинтуса хоть и зеленский и попытался сделать хорошую мину при плохой игре некоторые немецкие политики просто напросто стали от него уже отворачиваться им надоедает то что многие функционеры из кабинета президента зеленского воруют деньги воруют помощь не только коммунитарную но и финансовую и это прекрасно знает сам президент зеленский это прекрасно знают немецкие политики и они многие накладывают иногда свое маленькое вето но пусть все-таки вето на различную помощь украине тот же самый борис пистолиус когда сказал что мы будем поставлять украине вооружение почему-то сейчас уже ушел на второй план после того что все-таки этот скандал с пропавшими фугасными гранатами с пропавшим вооружением с разбомбленным эшелоном причем не первым разбомбленным эшелоном российской стороной когда этот эшелон с вооружением зашел на территорию украины борис пистолиус уже немножечко отошел на второй план и делает свое дело но уже обходя средства массовой информации это они поняли буквально недавно свою ошибку когда они абсолютно каждый свой шаг выдавали прессе пресса выдавала это дальше вот таким вот это на макаром все расходилось по сторонам и получалось что россия узнает абсолютно все о том что планируют немецкие политики когда они это планируют значит с какой стороны можно это ожидать немецкие политики до сих пор помогают и украине и израилю и вот сейчас смотрите такой маленький момент опять же под видео где я рассказываю о палестинских демонстрациях здесь в германии появилась одна дама и начала мне ну ни к силу ни городу писать свой комментарий а вот теперь расскажите об агрессивных и злобных украинцах и женщинах и детях которые до сих пор может быть у вас там не работают пытаются есть вашу финансовую помощь и гуманитарную помощь и бег и не бегают говорит по улицам с демонстрациями в защиту палестины расскажите лучше а вот этих вот как вы их называете социальных уродов мол типа избавиться от них всех я и написал этой даме спокойно что вы наверное со своим комментарием всунулись не в ту тему здесь не обсуждается тематик украины вот в этом видео который сейчас вы смотрите да мы сейчас обсуждаем иммиграционную политику и некоторые вопросы касающиеся именно украины президент зеленский и его аппарат решили поднять налоговые ставки населения страны для того чтобы все эти финансы которые можно будет выиграть потом при повышенных налогах перенаправить на развитие военно-промышленного комплекса на закупку вооружений я надеюсь я уверен что все те 73 процента которые когда-то четыре с лишним года голосовали за зеленского на выборах будут просто счастливы услышать что в стране вновь поднимают налоги они готовы будут отдать свое все последнее для того чтобы страна жила безбедно и вольготно но многие политики особенно на украине забывают о том что почти 20 миллионов половина населения украины покинула эту территорию и больше возвращаться туда не хочет они не будут возвращаться тем более что есть люди которые действительно допустим в италии я вам уже рассказывал один человек купил за наличные за 300 тысяч евро дом около неаполя а каком возвращении на родину может идти речь в таком случае он никогда не вернется у него же теперь свой собственный дом суд с украины там уже будет непонятно что как он сам сказал этот человек какую а каком возврате может идти речь и о каких налогах с этого человека может идти речь если он живет в италии работает в германии получает зарплату здесь и уже к украинскому банку как он там назывался не знаю на меня в принципе это никогда не интересовало не имеет никакого отношения естественно с тех людей которые остались там и у них нет возможности выехать или спастись от этого безумия который творится на территории украины им придется страдать еще от своих собственных властей платить еще большие налоги то есть получается сейчас наступает зима и так инфраструктура вся в ауте а тут еще вынь да полож те деньги которых у тебя нет потому что те деньги которые у них были были вывезены на запад с теми людьми которые имели эти деньги вот и все что я сегодня хотел рассказать в этом маленьком видео выпуске не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями естественно оставить свои комментарии но по теме если комментарии вообще не имеет никакого отношения к этой теме то он будет просто-напросто удален вы уж не обижайтесь но троллить или издеваться или пытаться унизить кого-то только потому что эти люди думают несколько иначе чем вы это не комильфо и большое спасибо всем за поддержку нашего канала если кто желает финансово поддержать у нас есть qr-коды идут на экране или в каждом видео идет в описании каждого видео ссылки на донаты можно переправить так или супер спасибо заранее всех благодарю не болейте всем удачи оставайтесь с нами почаще включайтесь у нас всегда есть что-то интересное и полезное абсолютно для всех всем удачи пока